Портал Экзегет Портал Экзегет. Портрей Артемий Владимиров. Духовник Алексеевского женского монетаря в Москве. Нас спрашивают, как бороться с эгоизмом. Лучше всего это получалось у святого апостола Павла. Помните, как тот говорил? Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Носите бремена друг друга, дополняет апостол Павел предыдущее речение в послании к жителям Галатии. Носите бремена друг друга и тако исполните закон Христов. И, наконец, сам Господь обращается к своим ученикам. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Священное Писание предлагает нам немало рецептов против эгоизма. И для начала, высвобождая нас из-под гнета самолюбия, заповедует не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Мы все нужны друг другу. У Бога нет лишних или ненужных людей. Мы все единая семья. Я, ты, он, она, вместе целая семья. По замыслу Христа Спасителя, который захотел нас собрать воедино в теле своем, в церкви, как наседка под крылом собирает своих птенцов. Мы все, словно листочки на единой веточке, укоренены на лозе, как ветви. Лоза, Христос, мы ветви. И значит, христианин – это существо, совершенно чуждое индивидуализма, греховной обособленности, отчужденности от других. Но как в многодетной семье дети зависят друг от друга, все делают вместе, каждый из них имеет свое послушание и заботится об окружающих, так и мы призваны умом и сердцем внимать, вникать в души ближних и их нужды воспринимать как свои. Помню, что в свое время мне достаточно эгоистическому, может быть, не самовлюбленному, но излишне зацикленному на себе юноше кардинально помогли начать борьбу с эгоизмом, не говорю, что она закончена. Две вещи, два важных изменения в собственной судьбе. Первое, я женился, и, соответственно, в мою жизнь вошла личность, моя супруга, которой я призван был служить, заботясь о ней, сохраняя мир и любовь в общении с ней. И эта дотоле незнакомая сторона жизни много помогла мне отрешиться от собственного эго. А второе изменение, чего касалось. Я, закончив Московский университет, стал учителем русского языка и литературы, а заодно еще и воспитателем в математическом интернате. И вот эта забота о других, ответственность за несколько десятков юных жизней, свершила со мной, пусть не сразу, незаметно, но чудеса. В полном соответствии с русским присловием «У занятой пчелы нет времени для скорби». Скорбью здесь названо высосанное из пальца. Негативные чувства, огорчение, саможеление, ропот, скука. Все, что подстерегает бездельников, предоставленных самим себе. Как бороться с эгоизмом? Есть еще один совет апостола Павла кардинальной важности. Носите бремена друг друга и тако исполните, таким образом исполните закон Христов. Закон Христов – это закон любви к Творцу, молиться к которому мы должны всем помышлением, всей крепостью телесную, всей душой своей. И молитва к ближним, нужды, просьбы которых должны быть нам так же дороги, как собственные в любви ближнего, как самого себя. Исполнить закон Христов нелегко. Но оказывается, что, нося бремена друг друга, мы его неприметно исполним. Остается лишь только выяснить, что это за бремена друг друга, бремя, тяжелая поклажа, какая-то тяжесть, которая подгибает себя к земле. Это, без сомнения, ограниченность личности каждого из нас. Это наши реальные или виртуальные грехи и недостатки, особенности нашего мировоззрения и образа жизни. Носите бремена друг друга и так исполните закон Христов. То есть, нельзя видеть друг друга в искусственном розовом свете. Очень неполезно идеализировать близкого к тебе человека. Приписывать ему отсутствующие у него положительные качества. Но еще более неполезно выискивать в нем все грехи, которые на самом деле прячутся внутри нас. Носите бремена друг друга, то есть, проявляйте снисходительность, великодушие. Не ждите слишком многого от окружающих вас людей. Миритесь с их ограниченностью и недостатками. Из этого не следует, что мы должны этим недостатком потакать. Носите бремена друг друга. Радуйтесь тому, что вы вместе, что вы собственным примером или трудом можете реально помочь вашему ближнему. И так исполните закон Христов. Действительно, человек, любящий добро, человек внимательный и жертвенно служащий своим ближним, самим Богом будет научен таинству молитвы, предстоянию своему Создателю. Если только по невежеству и гордости не усвоил себе и легкомысленного отношения к Церкви. Сам Иисус Христос главным условием следования Ему поставляет такое свидетельство. «Если кто хочет идти за Мною, да отвергнется себя, возьмет крест твой и следует за Мною». И вновь высвечивается, вырисовывается борьба с себя любим, эгоизмом, сущим проклятием нашего времени. Следование за Христом предполагает отвержение себя, то есть греха, который живет в нашей душе и теле. Как отвергнуться греха в себе, если он близок к нам, как наша собственная рубашка? Это невозможно без всегдашнего призывания Господа Иисуса Христа, без возгревания в себе стремления следовать за Ним, прилипляться к Нему и умом, и сердцем, отвергнуться себя, то есть вступить в борьбу с собственным эгоизмом под силу только тому человеку, который постоянно сторожит свое сердце, стоит умом при входе сердечном, и едва лишь только внутри нас или совне к нам приходят гордостные, нечистые, тщеславные мысли, тотчас взбадривается и прогоняет их усилием воли, помноженным на молитву. Взять свой крест значит возблагодарить Господа Бога за все обстоятельства, внутренние и внешние, которые мы верим, содействовать нашему спасению. Взять свой крест значит не роптать, не унывать, не смущаться, но быть довольным тем малым, что мы получили, не мечтая о многом. Возьми крест свой и следуй за мной. Последование за Господом Иисусом Христом – это внутренняя, всегдашняя, покаянная, благодатная, просительная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. В завершение беседы о преодолении эгоизма давайте вспомним еще слова, передающие заповедь самого Господа Иисуса Христа. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Никто, наверное, не будет спорить со мной, что крайнее проявление эгоизма, себялюбия, называется обидчивостью, обида, нежеестественное, демоническое состояние и гордости, и зависти одновременно. И если мы не хотим, чтобы эта раковая опухоль образовалась в самых недрах своей души, желая привлечь божественную благодать на свою жизнь, на свое дело, на все обстоятельства проживаемого дня, мы должны опережать ближних в любви. Соскучились по подаркам, невинным знаком внимания, будем дарить их сами, переживаем всякие недоброжелательные реплики, унижения, не будем стесняться со всей любезностью и искренностью общаться с такими мизантропами. Как бы то ни было, но горячее стремление служить людям и правым, и виноватым. Готовно всех заключить в своих объятиях, всех пожалеть, всем все простить, с молитвой о даровании им спасения. Вот свидетельство того, что эгоизм наш, если не добит, то во всяком случае сукрушен и навряд ли когда-то сможет поднять свою голову в нашем сердце. Субтитры создавал DimaTorzok